В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт МКД в перечне работ. Замена лифтов, обновление кровель и реставрация инженерных систем. Также в этом году, благодаря региональной программе, более 30 жилых зданий получат новый облик за счет ремонта фасадов. Как проходит эта работа и кто ее выполняет, узнала Луиза Егезарян. Эта высотка на улице Лорха-10 построена в 2008 году. Несмотря на столь маленький возраст, ее признали аварийной. Жители жаловались на наличие трещин на фасаде. Состояние дома требовало незамедлительных действий. Вызвали специализированную организацию, провели комплексное обследование жилого дома на качество кладки. И после этого получили заключение о том, что кладка находится в не очень хорошем состоянии и требует замены. К работе подключилась комиссия по чрезвычайным ситуациям. 16-этажное здание досрочно вошло в программу капремонта. Генеральный подрядчик по реконструкции фасада – Люберецкий городской жилищный трест. Здесь обнаружились такие проблемы, которые в зимний период, конечно, тоже будут доставлять неудобства жителям. Это будет холод в помещениях жилых. Поэтому, конечно, будем ускорять темпы работы, чтобы не допустить вот таких проблемных вопросов. Работа предстоит колоссальная. Чтобы устранить все недочеты, придется демонтировать старый фасад и установить облегченный вентилируемый. Это один из самых современных и надежных способов отделки стен здания. Будет тепло, потому что это вентилированный фасад. У них уже не будет ни промерзаний, ни замерзания. Температура в квартирах будет стабильная, что зимой, что летом. Во-вторых, это будет визуально красиво. И самое главное – это будет безопасно. Такой же фасад устанавливают в доме 57 на улице 8 Марта. Жители многоэтажки, построенной более 30 лет назад, жаловались на холод в квартирах. Я даже писал заявление. Стены влажные были. Ну, обои как бы. Ну и на стенах, где была краска, тоже конденсат наблюдался. Данное утепление позволит сделать дом теплым, чтобы жители могли экономить на все-таки отоплении. Керамогранит все-таки защищает от воздействия внешних факторов. А еще новый фасад поменяет внешний вид дома. Его можно оценить уже сейчас. На одной части здания работа выполнена. Соответственно, мы привлекли проектную организацию, выполнили проект, согласовали колористическое решение, как собственниками, так же утвердили его в администрации городского округа, в архитектуре. И приступили к работам. Еженедельно приезжаю на объект. Соответственно, смотрим, нет ли строительного мусора, какие работы ведут рабочие. То есть, согласно СМЕД, проверяем работы все. И замечаний по работам у меня совершенно нет. Площадь фасада – более 11 тысяч квадратных метров. Над его реставрацией работают четыре бригады. Завершить ремонт планируют в конце сентября. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.